Всем здравствуйте! Вы смотрите Красно-синий лед, первую программу об армейском хоккее. Мы выходим практически сразу после периода дозаявок. Деррен Квинт, Михаил Бирюков, Джефф Глаз, Иван Телегин, Захар Арзамасцев. Это наши новички. О каждом из них и обо всех вместе в следующих выпусках. Ну а сегодня вы увидите. Армейский звездопад или наши парни в столице Словакии. Блондинки тоже ходят на хоккей и иногда даже по делу. Звездная персона в нашем корреспондентском составе. Светлана Ромашина, трехкратная олимпийская чемпионка. Аккурат между выездной и домашней сериями хоккейного клуба ЦСКА в календаре Континентальной хоккейной лиги уместилось еще одно не рядовое событие. Матч звезд в Братиславе и наши игроки на звездном уикенде. Как это было? Ну не знаю, не знаю. Мы не готовились. Не было времени. Поменялись мы с ковальчиком на буллиты. Он побежит, а я буллиты побежу. Побольше позитива как бы... Ну я тут не один, мы с Денисом Денисовым все-таки представляем наш клуб. Вестопедия на скорость по Хоркинам. Почетно то, что вызывают из клубов. Не всех же. Больше зрителей, хороших и разных. Даже блондинки ходят на хоккей. И иногда даже по делу. Сегодня понаблюдаем за тем, как ЦСКА сражается с Адмиралом. Ой. С Амуром. Здравствуйте. Меня зовут Владлена Прешель. И сегодня мы посмотрим хоккей глазами девушки-блондинки. А сражаться будут с ЦСКА и Амур. Они же вроде на шпагат не садятся. Зачем им тянуть? А интересно, у судьи есть уроки гимнастики? А вот тот все-таки не растянулся. А у них какая-то защита, наверное, тоже есть. Потому что если кто-нибудь прилетит в них и в борт, сразу без зубов и вообще без всего. Это они диск записали, что ли, с песней? Вон, пластинка какая-то. Там женщина. Похожая на Ксению Собчак. Он живой? Он моргает? Привет. Там уже раскатка началась. Идем. А почему велосипедист? А вон там хоккеист. А вон дырочки под уши даже есть. Это что, хорошо слышать? Наверное, сегодня не он в воротах. А это, знаете почему? Потому что у него номер не по феншую. 7,3 это вообще плохие цифры. Это было тоже ребеночком, прикиньте, мне бы тоже 5 дали. Ой, страшно. По голове бы так никто не дал. За то, что здесь стою. А вон ведро. Должны самые младшие собирать шайбы в ведро, вот в это, да? А вот Прохоркин ушел. А 93-й год, между прочим. То есть он уже не самый младший? Так, 51-й, 83-й, да? Сейчас посмотрим, какого они будут. 93-го года тоже нужно. Вот, вот. Я знаю, что после раскатки собирают шайбы в ведро. Вот самые молодые. А вы сегодня не собирали. Я вообще в этом году не собираю шайбы. А вы же молодой. Ну, я уже 4 года в команде. А, то есть вам уже... Моего возраста, но они на мечты, как бы, и они в этом году собирают. То есть у вас дедовщина? Конечно. Скажите, пожалуйста, как вам вообще атмосфера на сегодняшнем матче? Как обычно или хуже, лучше? Какой-то не разговаривает. А? Какой-то не разговаривает. Он сейчас не съел микрофон. Все, идем дальше. По хоккеистам не видно, что они 10 часов летели. Они все в форме, нормально. А вот по болельщикам, которые вон в той стороне сидят, прям вообще видно, что они, наверное, не знаю, летели очень долго и очень устали. Сейчас они пока кричат, и когда вот перестанут кричать, можно их снять, потому что они там... О, а кто забил-то? Ой, кошмак! Это, наверное, тот, который не разминался сегодня, который не тянулся. Вот, что уж тянулся надо. Ну, чего они перелазят, да? Они так ноги задирают, я даже так не умею. Наверное, у них тоже курсы хореографии какие-то есть. Вон тот сейчас вот, который предпоследний стоит. Он сейчас позевал, посмотрел в зал, улыбнулся. Наверное, жена сидит с тещей. Вон он до сих пор туда сможет. Что еще для счастья надо? 3-0. Уже все счастливые смотрят на тещу, на жену. Все улыбают. Последнюю перед Олимпийским перерывом домашнюю серию матчей ЦСКА открывал игрой против Амура и сделала результат уже в двух первых периодах, перебросав соперников аж 32-14. Наконец-то открыл счет своим голам в сезоне Федор Федоров, здорово сыгравший на добивании. Один из голов хозяева забросили в большинстве, реализовав одну из четырех попыток, отличился Фролов. Ну а точку в игре поставил Егоршев, забивший второй раз в сезоне. 3-0 ЦСКА прерывает серию неудач. Мы на каждую игру настраиваемся, да, мы хотим в каждой игре побеждать, но не всегда получается. Дай бог, чтобы у нас дальше были одни победы. Матч стал последним в составе армейцев для голкипера Станя, отразившего все 27 бросков из защитника Эминджера. Накануне дня завершения обменов была достигнута договоренность со Спартаком о переходе вратаря Гласса и защитника Куинта, и с легионерскими позициями получался перебор. Через два дня в игре с Сибирью за ЦСКА дебютировал вратарь Бирюков. Вернувшийся в состав после травмы Радулов в первом периоде стал соавтором гола. Под его прострел Прохоркин подставил клюшку, и москвичей повели. Очень необычное впечатление вообще, когда я вышел сегодня на разминку даже, что команда Сибирь была по ту сторону вообще. Да, так не какое-то странное впечатление, вот. И я увидел, что команда очень сильная. Однако после перерыва гости счет не без помощи рикошета сравняли, а затем ближе к концовке имели несколько неплохих шансов выйти вперед. И здесь во всей красе проявил себя Бирюков. Несколько его спасений не позволили Сибири оторваться в счете. Но в начале заключительной третьей гости своего все-таки добились. На пятачке расторопней всех оказался Моне. Однако в концовке матча настырность Радулова привела к удалению на 5 минут и до конца игры в составе Новосибирцев, и бригада большинства ЦСКА свой шанс использовали. Фил Плон Морозова, тот под перекладину 2-2. Дошло до овертайма, в котором самый реальный шанс отличиться, был на предпоследней минуте у гостей, но вновь выручил Бирюков. В итоге пробивали после матча и броски, в которых у ЦСКА забили Зайцев и Радулов, а Бирюков отразил 2 из 3. Вторая подряд «Армейская победа». Таких стажеров у них еще не было. Нахальство наших корреспондентов не знает границ. Для съемок «Красного-синего льда» они привлекли трехкратную олимпийскую чемпионку. Светлана Ромашева на хоккее и о хоккее. Я даже бою здесь находиться. Представляете, там какие взрослые, большие ребята. Меня не ударят током, нет? Прикол. А для чего это? Я впервые в жизни держу в руке шайбу. Честно, признаюсь. У нас подобного вообще ничего нет. У нас только зажим при себе и все. Накрасились, заживотилились и пошли в бой. Вот это очень нужная вещь, я представляю. Насколько я знаю, клюшку не так просто подобрать. У каждой свой загиб. Привет, Гитлер. Соглашусь. Редко кто когда подходит к судейственному составу. Но порой она может подходит. Сделайте меня, а то не с мамой командой. С лопатой я бы, конечно, справилась. Все как нужно бы отгребала, но не на коньках. Мне кажется, что на меня все как-то странно смотрят. Игроки с мастерами. Ой, как. Ты Легенду 17 смотрела? Смотрела. И как тебе? Мне понравилась игра Абдскоров. И, естественно, в некоторых моментах я ее слезу пустила. Насколько-то трогательная. Мне кажется, что нужно снимать побольше таких фильмов. Если бы снимали фильм про тебя и других девчонок, как бы он назывался? Солотые рыбки. Очень классно. Мне понравилось. Что вы ищете для себя Стиму? Как вы находитесь? Ну, я думаю, играю за ЦСКА, пока не надо, не надо Стиму. Не нужно. Опять же, это всего первая игра была. Как говорится, я сейчас лично не существовала Старса. Мне так все страшно, но в год оказалось. Я сейчас закончу вообще. Можно было бы говорить в конце каждой программы, но эта фраза уже была в телеэфире. Один из самых неординарных футбольных комментаторов об одном из самых ярких игроков континентальной хоккейной лиги. Черданцев Орадулови. Может быть, снимание Видич, капитан Манчестер Юнайтед, подходит немножко под это описание. То есть человек, который не жалеет ни себя, ни других. Человек, который регулярно имеет разбитый лоб. Футболисту сложно в кровь разбить что-нибудь еще, в отличие от хоккеиста. Да, поскольку менее в этом смысле контактный вид спорта. Я думаю, что такой вот, хотя Видич, защитник, а не нападающий, тем не менее, ну вот то, что приходит на ум в первую очередь. Если вы хотите из российского чемпионата какое-то сравнение, вы знаете, мне кажется, что наши футболисты, они чуть более плюшевые, чтобы их не обижать. Может быть, Роман Шаронов из Рубина. Он тоже вот такой, на мой взгляд, человек-спортсмен. Потому что Орадулов, в моем понимании, человек-спортсмен в первую очередь. Который заряжен вот целью, желанием проявить себя, желанием добиться результата, не щадя ни себя, ни соперника. Его какое-то порой, возможно, эксцентрическое поведение и какие-то выплески эмоций за рамках там правил. Да, но я думаю, что это нормально именно для спортсмена. И вот этот спортивный дух, который в нем присутствует, мне кажется, делает его чрезвычайно крутым персонажем. И футболистам нашим многим очень вот этого здорового спортивного духа не хватает. Это был красно-синий лед. Мы ограничены только эфирными рамками. Много тем, которые мы будем предлагать вам от недели к неделе. Смотрите первую программу об армейском хоккее. Болейте за ЦСКА и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова